Образовательный модуль Это, с одной стороны, доказано многими исследователями, а с другой стороны, вопрос о диалоге как о особом виде опыта, как о содержании и методе, и, соответственно, о целостной модели образования и управления им изучен мало и не имеет у руководителей и педагогов должного внимания. Модуль включает в себя три темы, которые органично взаимосвязаны между собой и представляют единое целое. Выбор тем не случайен, так как любая инновация диалоговое взаимодействие вносит изменения и в целеполагание, и в содержание образования, и в методы обучения и воспитания, изменения в стиле отношения, в условия жизни и в систему управления. Я кратко остановлюсь на важных моментах каждой темы и озвучу круг вопросов, над которыми вы подумайте заранее до нашего занятия. От продумывания этих вопросов будет зависеть продуктивность занятия. В первой теме диалоговое взаимодействие субъектов образовательного процесса, основа качества и успеха в управлении, речь пойдет о многозначности понятия диалог, о сущности диалоговой деятельности, об условиях возникновения диалога личности в цепи взаимодействия, руководитель, педагог, ученик, родитель, от которых зависит качество и образования, и управления. Конечно, тема будет раскрываться на конкретном положительном опыте взаимодействия субъектов образовательного процесса в управлении школой. Диалог, о котором мы с вами будем говорить, это специфическая образовательная ситуация, шире это среда, в которой происходит развитие личности в процессе установления ею событийности с миром, с людьми, с самим собой. Мы будем говорить об эффективности взаимодействия субъектов, в процессе которого происходит познание личностью диалогической сущности деятельности, возникает потребность у субъектов в духовном единении и стремление к восстановлению своей собственной целостности. И такие диалогические ситуации, которые дают такой эффект в достижении качества и успеха, обычно принято называть личностно-развивающий диалог. Такой диалог позволяет личности накапливать диалогический опыт, который необходим в современной жизни как вид компетенции. Несмотря на репродуктивный характер освоения базового минимума по первой теме, сам процесс обучения требует активного включения слушателей. Поэтому по данной теме я предлагаю вам заранее подумать над такими вопросами. Почему следует говорить о диалоге как о многомерном явлении? Как вы понимаете, диалог как содержание, диалог как метод, диалог как деятельность? Какое место занимает диалог в педагогической и управленческой деятельности? Что в этом случае должен уметь руководитель и педагог? На ваш взгляд, диалог руководителя и педагога с предметом, с ребенком, с родителем, с самим собой, это один и тот же диалог и одно и то же диалогическое проживание жизни или нет? Как вы понимаете, что такое диалогический опыт? И вот сам процесс обсуждения этих вопросов органично сливается со второй темой. Мы рассмотрим конкретные методы диалогического общения и варианты организации пространства диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса. Наша беседа по этой теме завершится небольшой творческой работой по группам с дальнейшим коллективным обсуждением в форме диалога. При выполнении творческого задания по проектированию диалогового взаимодействия субъектов образовательного процесса вы можете использовать или, вернее сказать, вам потребуются результаты домашнего задания, о котором я скажу позже. Сам процесс обсуждения мини-проектов выведет нас на третью тему – активные формы взаимодействия субъектов образовательного процесса в управлении школой с позиции диалога, который носит продуктивный и обобщающий характер освоения всего модуля. В процессе диалога на демонстрационном материале практического опыта образовательных учреждений Ленинградской области и Российской Федерации по включению активных форм диалогов взаимодействия субъектов образовательного процесса в управлении школой, например, модель интернет-заимодействия, мы не сможем обойтись без освещения таких вопросов, как уровни готовности к диалогу, критерии диалоговой ситуации, уровни накопления диалогического опыта. Чтобы диалог на втором и завершающем этапе модуля был продуктивным, необходимо выполнить до приезда на курсы самостоятельное творческое задание в дистанционном режиме. В чём суть его? Вам необходимо будет выполнить микроисследование, которое состоит из следующих этапов. Вначале ознакомьтесь с предложенными материалами, уровней готовности к диалогу, критерии диалогической ситуации, уровней накопления опыта и с другими материалами, которые относятся к диалогу. И на основании их охарактеризуйте состояние данного вопроса в вашем учреждении. По возможности можете провести тестирование педагогов, диалогичная ли вы личность. И после этого изучите предложенные сайты образовательных учреждений, педагогов, учащихся, с приспосылками к диалоговому взаимодействию субъектов образовательного процесса. Оцените по предложенным критериям и сформулируйте соответствующие выводы. После этого проанализируйте с позиции диалога сайт образовательного учреждения и персональные сайты педагогов своего учреждения и сформулируйте соответствующие выводы. Но при этом вы не забывайте про дополнительный материал, как уровни готовности, критические критерии идеологической ситуации и другие материалы. И вот на основании анализа полученных результатов, проделаны работы трёх предыдущих этапов, опишите проблемную ситуацию вашего учреждения, вычините противоречия вашего учреждения, оформите это всё в виде творческой работы и отправьте на кафедру управления экономикой в образовании. При выполнении домашних заданий я рекомендую вам воспользоваться дополнительными методическими материалами, размещенными на сайте по данному модулю.